Старик Молчавшись угрюмом, березовое золотое небо, Во тебе предрассудка блуждая, удачу бросит у неба. И видит одна моря сна, и солнце улыбка сияет, И в толчком и бирюзовым блестит чьи жуя золотая. Старик стал запрасывать небо, и в третий раз выловил рыбку, Схватил ее мокрой рукою, блуждая плюсовой улыбкой, А рыбка ему прошептала, пусти меня, старча, обратно, И вспомни любые желания, легка будет жизнь неприятна. Подумал старик, поразмыслив, с лебежки не будет навара, Пусть лучше со дна океана, да будет старухи навара. На замок тогда будь по-двоему, гулять тебе вновь на просторе, Лишь только желание исполнишь, тебя отпущу в синий море, Чтоб ночь тебе могла воспротиться в свой рыбий дворец под водою. Моим увеличить активы должна ты как минимум вдвое. Все будет, ответила рыбка, вот мне вот второе для начала, Все прочее дома увидишь, и рыбка в глубину мчалась. Домой дед приходит и видит, еще один дом рядом вырос, Такая же крыша с дырою, и так же крыльцо провалилось. Все рыбка удвоила точно, нет ею ничто не забыто, У дома второго лежала, такое же точно хамита. Из рук стаек выронил небо, о господи, выкрикнул духа, У дома второго сидела, такая же точно старуха. Скорей, боюсь, за тебя пойду, за что мне такая награда? Добраться и желание рыбком, точнее формулировать. Нерожденный цвет романтика, и считаю, что мне повезло, Предпочел и бесцельный странствия, домашний уютный тепло. А турист лишь тогда спокоен, когда благодарен судьбе, Когда, как пипаться с водом, стучит по его голове. Обожают морские дали, день и ночь поразнить корабли, Но куда бы они приплывали, не будь на земле земли. А турист как улитка тащит, на себе и в постели дом, Ночью влезет в холодный спальник, и храпит, закружая троп. Рождены для полета птицы, а романтика и храпит слон, Но на землю спустившись в крови, потеплее семей бездон. Так зачем же ты лезешь в горы, пусть их даже больше вилять? Все равно голубым рукою с высочайшей зудей не постать, Но в грозу советов духи, и мы только весь не орать. Неужели их разлуки, родила их, как и дата мать? Я себе не могу представить, что их может из дома гнать. Впрочем, раз рюкзаки существуют, кто-то их должен таскать. Аплодисменты ПЕСНЯ 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 Я во след ему глядел, Древо красное рубя, А он шел, как по воде, Как пушинку нес себя. Да, никуда, никуда, Путь лежит от моего сигаретного дымка. Нелегко, нелегко, Пыль подвернулась травой, И костра не удаляйка Ни шалькова ветерка. Я вновь сожжусь в тренера, О нем я часто вижу сны, Как будто сели трава бобу, Меня несут суроконы, Я слышен шепот древних стен, Я здесь, чтоб служа нету вещь, И чтоб обняв своих друзей На алтаре огонь сожечь. Огонь, который греет дом, Огонь, который хлеб печет, Огонь, который по ночам Считает в небе звездочет, Огонь, сияющий в глазах, Что согревает жилом кровь, Огонь, пылающий в сердцах, Он называется любовью. В старинном храме, в Алтаре, Огонь не гаснет сотни лет, И значит, будет на земле, Мы с вами жить, не зная лет. И будет шелестеть листва, Встречая солнце на заре, И будет в храме на дыжбях Далеть огонь на алтаре. Огонь, что воплечий бока Принес на землю пролетей, Огонь в домашних очагах И в зимком пламени свечей, Огонь, что нечиста в костре И в храмах разных веры стран, Огонь, который озарял И в дыжбях, и в капустах. В старинном храме, в слон китар, Звучит молитва и в новых дней, За раздрится, за медью, Поющий круг моих друзей. А голоса старинных плит, Амнито шепчет о добре, Они по-прежнему хранят Огонь на древнем алтаре. Огонь, который греет дом, Огонь, который хлеб печет, Огонь, который по ночам Считает в небе звездочок, Огонь, сияющий в глазах, Что согревает живо кровь, Огонь, пылающий в сердцах, Он называется любовь. Огонь, сияющий в глазах, Что согревает живо кровь, Огонь, пылающий в сердцах, Он называется любовь. Прощай, товарищ, Гаснет пламя, Кновенья дружбы и стекло, Кранит отверже между нами Вагонопыдное стекло, В лучей заката отражения Печать расплеском на огнем, Где от нее искать спасенье, И где твой дом. Прощай, товарищ, Не на время мы расстаемся навсегда, Пусть не впервые время лечит Судьбы предательский удар, Да не оставит нас терпенье, Когда мы болью изойдем, Где от нее искать спасенье, И где твой дом. Прощай, товарищ, Нитка брода, Соединяя нас пока, Но разольется мне погоду, Забвенье черная река, Да не оставит нас везенье, Когда мы болью изойдем, Где от нее искать спасенье, И где твой дом. Где твой дом. Легенду слыхал в далеком месте, Не все я понял, честно говоря, Давным-давно стояли по соседству Мужской и женский два монастыря, Монахам без ухода было туго, Жизнь у монашек тоже не сирот. Одновременно друг навстречу другу, Они однажды начали подкоп, Был труден путь до встречи на рассвете, И больно мне, ну-ка тут ни крути, Но прокопали женщины две трети, Мужчины только треть того пути. Теперь я знаю, в чем была причина, И от того сегодня зубы кукур. Ведь совершенно ясно, что мужчины, Копнув двора, зашли на берегу, Курили дым колечками пуская, Травя за анекдотом анекдот. А в это время женщины копали И продвигались женщины вперед. Еще причину укажу отдельно, Я эти штучки знаю на зубу, Мужчины, я уверен, параллельно Или подкоп подвитный покрепок. Они вино крепленое глотали, Они шутили, лежит, я не пею. А в это время женщины копали И продвигались женщины вперед. Потом среди мужчин нашелся кто-то, Сказав же, братцы, нету нас стыда. Даешь бесперебойную работу, Даешь производительность труда. Потом мужчины долго заседали И составляли план работ на год. А в это время женщины копали И продвигались женщины вперед. Еще одна причина есть важнее Всех вышеперечисленных причин. Ведь женщины гораздо здоровее Из дерганых болезненных мужчин. Поэтому мужчины ночью спали, Чтобы здоровье укрепить свое. А в это время женщины копали И продвигались женщины вперед. Не о монахах нынче обещаясь, О них бы я не стал писать стихи. Пускай монахи сами отвечают За их средневековые грехи. А в это время женщины. А в это время женщины, Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...